доброе утро коллеги привет друзья итак сегодня у нас такой необычный вебинар можно сказать общий обо всем но в частности конечно о том как переехать как перенести свои данные из каких-то систем внутрь битрикс24 и как вообще начать работу с битрикс24 сегодня мы на вебинаре я и катерина шинкова продакт-менеджер битрикс24 вместе со мной сергей востриков руководитель направления маркет и интеграции потому что у нас будет много про интеграции и про перенос данных это то что делается при помощи приложений маркета да сразу хочется сказать что конечно вы можете задавать нам вопросы на протяжении всего вебинара у вас приходила в sms уведомление о том что скоро вебинар email рассылки были и в них была ссылочка на телеграм-канал в котором собственно вы можете задавать вопросы оттуда мы будем читать кроме этого коллеги поделились с нами вопросами которые вы нам оставляли до вебинара и мы обязательно ответим на них тоже будем останавливаться как по ходу дела да во время вебинара делать остановки так и в заключении конечно постараемся ответить на максимум вопросов которые у вас будут итак сегодня мы поговорим о трех таких больших важных ключевых вопросам это во первых конечно основная тема это как быстро перенести данные в битрикс24 данные по серым по вашим клиентам данные по вашим пользователям то есть вашим сотрудникам внутри компании и по проектам на задачи какие вообще еще интеграции битрикс24 есть то есть после того как вы перенесли данные как действовать дальше что можно подключить для того чтобы организовать работу внутри сервиса ну и собственно последнем блоке рассмотрим вообще как организовать работу уже в вашей компании внутри битрикс24 как организовать сотрудников ставить им задачи общаться в чатах и так далее такой объемный у нас вебинар время до пятницы много итак начнем с самого главного как же быстро и без потерь перенести данные crm ваши сотрудники задачи и проекты здесь на самом деле у вас есть несколько вариантов развития событий во первых у нас есть готовы инструменты которые опубликованы на витрине битрикс24 market которые специально предназначены для автоматизированного ну то есть без ручных каких-то телодвижений переноса данных и речь прежде всего идет про четыре сценария про который говорил екатерина это перенос данных crm перенос сотрудников задач проектов и даже перенос складских документов если вы хотите воспользоваться инструментом управления складов в битрикс24 все эти решения как я уже сказал есть на витрине там есть специальная категория которая называется миграция в битрикс24 вы можете прямо сейчас пока слушайте наш вебинар туда зайти и посмотреть там я думаю мы снова даже сейчас переключимся сразу посмотрим как это все выглядит у нас внутри там у нас здесь есть наш битрикс24 здесь есть раздел market или приложение в зависимости от того что у вас на портале стоит или если у вас коробочный битрикс24 например и здесь есть вы видите миграция в битрикс24 это специальная категория решения где мы собрали вот эти все инструменты они самые разные есть миграция которую вы пользуетесь там неоднократно например если вы данные из excel переносите ну мало ли кто где данная продажа ведет а есть миграторы которые заточены специально для переноса данных из конкретного продукта вы их всех видите здесь на экране они появляются новые прямо сейчас я знаю готовится миграция из других продуктов и наверное скоро они появятся на витрине найдите тот инструмент который нужен именно в для переезда из конкретного продукта или сервиса здесь есть инструкция что нужно делать на самом деле они как правило очень простые по сути это это перенос поскольку он делается автоматически он делается через api битрикс24 и api того продукта с которого переезжаете все что вам нужно это авторизоваться ну по сути там как правило указывается некий ключ авторизации все это есть в инструкции вы его вводите нажимаете кнопочку поехали и она едет какое-то время это должен вас предупредить занимает время потому что данных может быть во первых очень много во вторых как правило в таких сервисах есть ограничения на объем данных в единицу времени то есть они в общем то не могут вам мгновенно все отдать требуется время ваша авторизация попадает в некую очередь и продукт мигратор начинает постепенно эти данные закачивать они все действуют по единому сценарию сначала переносятся пользователи ну потому что если вы например переезжаете стрелла это менеджер управления задачи задачами и проектов там уже есть некие сотрудники вашей компании которые занимались постановкой и реализации этих задач и я понимаю что вы хотите эти же задачи увидеть в битрикс24 привязанным к тем же самым сотрудникам с их же комментариями там и так далее так далее поэтому сначала происходит перенос пользователей их всех приглашают автоматически битрикс24 затем переносят проекты указывая кто их создатель кто их владелец и так далее затем переносятся задачи у каждой задачи указывать кто постановщик кто исполнитель кто имеет доступ в качестве наблюдателей и так далее все эти данные переносятся сами автоматически с сохранением привязок ну вот сейчас попробуем посмотреть как выглядит интерфейс такой базы они в общем то все похожи и всегда у каждого мигратора есть разработчик который вам случае чего поможет если вдруг что-то непонятной в карточке этого приложения есть контакты технической поддержки вы можете туда написать искать что-то у меня тут не непонятно что делать ну вот видите сейчас в случае стрелла предлагается нам авторизоваться я думаю дальше мы уже не пойдем потому что мы не являемся пользователями битрелла и мы конечно же там не авторизует но в целом мастер выглядит очень просто то есть буквально несколько шагов здесь не обязательно назвать каких-то там системных администраторов приглашать до кого-то внешнего если у вас достаточно простой сервис например по задачам то теоретически вы можете это сделать сами пройти эти несколько шагов и все данные у вас окажутся внутри битрикс24 если по каким-то причинам вам недостаточно функционалу от этого мигратора и такое может быть потому что например вы хотите каким-то специфическим образом сделать этот перенос вот это вот взять это вот не брать здесь вот на рыбу заворачивали там поскольку миграторы автоматически конечно же они переносят ну все что могут все что позволяет сделать их функционал то тогда самый правильный путь это обратиться к нашим партнером у которых есть опыт миграции переноса данных ну не то чтобы в ручном режиме они все равно будут пользоваться api но они скорее сценарий вот этого переноса под заточит под два и в этих миграторах и в описании внизу во вне так сказать есть как правило ссылка на специальный лендинг мы потом в конце вебинара дадим вам всем коллеги эту ссылку чтобы вы могли в случае чего перейти там есть заявка который принимаем мы компании битрикс и распределяем среди партнеров имеющих компетенции по переносу данных из других продуктов то есть ваша заявка на переезд попадет в правильно заточенный руки и коллеги вам так или иначе помогут я думаю ну и собственно здесь у нас находится переезд и для задачи проектов и для серым и как я понимаю и как отметил сергей то есть отдельно миграторов для переноса сотрудников не требуется потому что они переносят автоматически вот в этих вот миграторах одно исключение касается складского учета потому что ну здесь как правило зачем нужен перенос сотрудников это делается из тех продуктов где много ваших коллег ваших сотрудников принимают уже участие они уже работают в этих продуктах это как правило либо отделы продаж либо вся компания которая занимается там проектной работой и исполнительской дисциплины там много сотрудников этих продуктов поэтому их переносим когда речь идет про переезд на использование складского учета ну как правило со складом работы там один-два человека проще их пригласить вручную и они не привязаны собственно к документам поэтому вот складские документы переносят немножко по другому сценарию там реально создаются просто копии складов внутри битрикс24 дальше переносится базовая номенклатурно-товарная опять же битрикс24 и создаются документы приходование которые позволяют вот эти текущие ваши остатки существовавшие в другом складском учете зафиксировать в битрикс24 здесь перенос сотрудников в этом сценарии не происходит что касается переезда из crm систем из task менеджеров там всегда сначала начинается первым шагом перенос сотрудников потому что ну иначе все связи между объектами пропадут этот переезд вам большой пользы не нанесет так собственно сейчас проверю нет ли вопросов вопросов да по этому блоку да мы сейчас с вами посмотрели как можно легко перенести данные вот тут спрашивают какие новые инструменты по переносу данных планируются выпуском вендором я сейчас не смогу перечислить вам продукты которые мигратор из которых разрабатывается потому что этим занимаются наши партнеры и пока них не опубликует мы конечно не хотели бы их анонсировать но вот но в принципе да это постоянная история она сильно зависит от спроса вот я вам рассказывал про заявочку через которую форму через которую сможете оставить заявку на миграцию мы отслеживаем ее результат и подбивая статистику делаем заказы по сути партнером каких инструментов для миграции сейчас нам не хватает на текущий момент все те инструменты по которым есть но очевидный заметный спрос для переезда они уже на витрине присутствует если сейчас спрос изменится ребята достаточно быстро могут выкатить миграторы потому что у нас есть готовый рест под под эту историю он в общем-то достаточно простой и понятный коллеги быстро делают такого рода инструменты и даже если нету публичного инструмента как я сказал они могут сделать его под конкретного заказчика и после там двух-трех итераций как правило появляется мигратор уже для всех на витрине они все бесплатные то есть если вы занимаетесь переносом данных в общем-то самостоятельно при помощи готовых решений вы за это не платите все миграторы которые увидите на витрине они там бесплатный если вам нужно что-то специфическое или речь идет про каких-то огромных объемах или там срочного переезда когда нужно всех остальных подвинуть ну это нужно контактировать с разработчиками решений они вам что-нибудь предложат собственно у нас недавно совсем появился новый инструмент скрам внутри задачи проектов и как увидите уже есть миграторы даже для этого инструмента то есть уходит все очень быстро очень оперативно мы стараемся параллельно появлению механизмов внутри битрикс24 делать возможности переноса данных в эти инструменты и так когда мы с вами проговорили о том что пользователи переносятся автоматически например есть исключение там для складского учета и в целом может быть вы хотите начать работать с битрикс24 например те же переносы данных из excel конечно не создадут вам пользователи они перенесут непосредственно на ваших клиентов сделки и так далее но вы можете очень легко буквально в пару кликов тоже хотим на этом акцентировать да пригласить ваших пользователей битрикс24 конечно перед тем как потом уже импортировать данные там из того же excel собственно сверху у вас есть кнопочка пригласить и здесь вы можете выбрать удобные для вас способы приглашения причем не одиночные а если например вы опять же работали в каком-то сервисе у вас есть например список емейлов либо список телефонов то вы можете у нас здесь есть массовое приглашение ввести через запятую либо все эти имейлы либо номера телефонов и всем автоматически будет отправлено приглашение в битрикс24 и еще более быстрый способ на самом деле есть по ссылке то есть вы копируете ссылку отправляете ее бегом коллегам где хотите через почту на сегодня яростно начинают регистрироваться да здесь вы можете до выбрать то есть через подтверждение если вы вдруг переживаете что ссылка куда-то уплывет и кто-то зайдет на ваш битрикс24 либо без без подтверждения да если там у вас строго регламентированно отправляете и все переходящие по этой ссылке регистрируются и попадают снова к вам же битрикс24 то есть это делается достаточно быстро просто не требует каких-то усилий если у нас еще вопросы ну они уже частного характера я думаю их оставим на конец если у нас будет время конечно по отвечаем что тут уже речь идет про индивидуальные вопросы связанные с переездом и конкретными кейсами хорошо тогда возвращаемся обратно в нашу презентацию мы с вами посмотрели как у нас выглядит миграторы и так то о чем говорил сергей да что можно оставить заявку рекомендую сейчас сделать снимочек и не пропустить эту историю потому что это прямой канал связи с группой партнеров специализирующихся на миграции данных если инструменты готовы вас не устроит а я вот сейчас вот как раз вижу вопросы с кейсами когда спрашивают например а вот передать переезжали из пайп драйв не перенеслись документы там или еще что-то это может происходить вы на самом деле когда я говорю про миграторы и рекомендую посмотреть посмотрите прежде всего описание в нем четко написано какого рода объекты переносится может оказаться что важный для вас данные туда не включены потому что ну инструментов очень много для кого тут важны документы для кого-то помимо переезда там данных серым очень важно чтобы вместе с этим перетащились я не знаю там счета поставщиков сценариев переезда очень много они могут быть весьма специфическими если они для вашего бизнеса являются ключевыми и готовы миграторы вам там не все данные помогут перевести то конечно рекомендую вам связаться с партнерами чтобы они вам помогли ну либо если у вас есть свои эти специалисты у нас есть трест мы можем на самом деле сейчас показать раздел разработчика где мы помогаем в общем-то воспользоваться нашим рестом виде готова каких-то кейсов натравить своих разработчиков туда чтобы они посмотрели пойдем в раздел market там есть страничка который называется разработчиком скоро этот раздел появится верхнем меню да здесь есть готовые сценарии по использованию нашего рест и пи ай вот например есть раздел который так и называется импортировать экспортировать данные то прям то что вам нужно вы заходите туда и там есть готовые заготовочки готовой заготовочки заготовочки готовые например импортировать контрагентов это некий пример который показывает как в частности загружать данные битрикс24 по-моему речь идет там про контакты если мы сейчас нажмем надо открываем данные клиента да здесь как раз идет добавление контактов Потому что клиенты могут быть разные. Если вы работаете в B2C, то вы, как правило, имеете дело с контактами, для которых создаете сделки. Если с B2B, то, наверное, речь идет про компании, то есть про юридические лица с соответствующими реквизитами. Их тоже можно создавать REST. Здесь вы видите, у нас есть прямо-таки заготовка для ваших разработчиков, для ваших IT-специалистов о том, как воспользоваться нашим REST, чтобы в автоматическом режиме добавить контакт к нам. Получается, чтобы воспользоваться этой заготовкой, этими веб-хуками, этими возможностями для интеграции, они могут написать миграцию для вас. То есть сделать выгрузку из того продукта, которым вы пользуетесь, того же Пайпдрайва, например. И потом эти данные при помощи нашего REST загрузить в B2C24, то есть акцентируясь ровно на том, что необходимо именно для вас. Собственно, все миграторы, которые вы видите на витрине, они пользуются похожими инструментами, тем же самым REST. Если вас готовость мигратор не устраивает, пожалуйста, это не так сложно запилить свой. Тем более, что вы это будете делать одноразово, специально для себя. Сейчас там многие вопросы упрощаются, вам не нужно с авторизацией заморачиваться и прочими делами. Так, ну а мы снова возвращаемся к нашей презентации. Как ни странно, мы к ней постоянно будем возвращаться. Да, и мы с вами посмотрели, как использовать приложение для того, чтобы перенести данные в B2C24. Но, конечно, помимо этого, вы наверняка обратили внимание, да, в маркете у нас слева было огромное меню из разных разделов, связанных с B2C24. И это все меню разных приложений, которые позволяют вам уже не мигрировать, а дополнять сценарии внутри B2C24, расширять их, да, расширять возможности. И, опять же, интеграция с различными сервисами, с различными сценариями, которые необходимы конкретно вам под ваши задачи, вашего бизнеса. И мы посмотрим вообще, какие интеграции мы рекомендовали бы использовать, да, на первых, можно сказать, шагах, когда вы начинаете пользоваться B2C24. Ну, для начала это связано, конечно же, с работой ваших, ваших менеджеров, с вашими клиентами. В первую очередь, это коммуникации с вашими клиентами внутри СРМ. И здесь мы рекомендуем подключить все каналы, которые вы используете для того, чтобы общаться с клиентами. Это могут быть социальные сети и мессенджеры, да, ВКонтакте, Телеграм, Авито, если вы продаете, например, там. Это, конечно же, телефония, все-таки звонки остаются практически на первом месте по-прежнему. СРМ-формы, e-mail, и на самом деле каналов там еще гораздо больше. И есть те, которые вы можете подключить непосредственно в контакт-центре B2C24. То есть это наши интеграции с этими сервисами. И помимо этого есть еще… Есть готовые какие-то приложения, да, их по понятным причинам намного больше, потому что есть каналы не для всех, а для какой-то специфической аудитории. То есть тот же Авито, например, есть альтернативный канал подключения через маркет, специфическими сценарием. Там есть Юла, там есть Дром. То есть если ваш бизнес связан с какими-то специфическими площадками, то вы можете, скорее всего, там найти коннектор. Я вот не уверен, мне пока не подтвердили, а подтвердили, что вот прямо сейчас готовится коннектор к Алиэкспрессу, который позволит вам общаться с клиентами, которые пишут вам через Алиэкспресс. Если вы торгуете через Алиэкспресс, а он, как вы знаете, работает в России в том числе, вы будете получать эти сообщения прямо в Bittrex24. То есть ваши сотрудники не должны будут бегать по разным каналам. Все это будет работать в единой парадигме, так как Bittrex24 рекомендует делать с открытыми линиями. То же самое касается телефонии. Есть телефония условно-строенная, то есть ту, которую мы предлагаем внутри продукта. Есть более 100 с лишним, там есть, может быть, даже уже сейчас 150 с плюсом различных телефоний. От всех крупнейших операторов телефоний в стране, то есть это и мобильный оператор в том числе, это очень неплохие сценарии, ваши пользователи, ваши сотрудники, которые общаются через мобильные телефоны с клиентами, вся эта информация будет попадать в Bittrex24, то есть вы не потеряете информацию о звонках, ваш сервер будет автоматически обогащаться, исходя из данных клиентов по этим звонкам и так далее. То есть очень много интеграции с различными инструментами коммуникаций в виде приложения в маркете вы всегда можете найти и поставить. И, как правило, эти интеграционные вопросы, они бесплатные. То есть вы просто ставите интеграцию, если вы являетесь пользователем сервиса, то интеграцию с Bittrex24 вы получаете в составе нашего интеграционного пакета. В общем, подключайте эти все каналы для того, чтобы у вас все общение, вообще вся информация по клиенту, все коммуникации с ним сохранялись в одной единой CRM. Так и вам, как руководителю, будет удобнее посмотреть вообще, как работают ваши менеджеры, видеть все переписки, видеть записи звонков. В телефоне очень важно, что мы забираем запись звонка и кладем ее прямо в карточку сделки. То же самое касается всех писем, всех заполненных форм, которые клиент заполняет, обращаясь к вашей компании. В общем, все мы храним в одной CRM, в одной карточке сделки вашего клиента. Что еще необходимо сделать, какие еще есть именно интеграции и подключения к Bittrex24? Продолжая говорить о клиентах, конечно, вы наверняка используете рекламу, как оффлайн рекламу, так и онлайн на различных площадках. И у нас также есть внутри готовые интеграции, внутри самого продукта, уже без приложений, которые позволят вам очень быстро подключить ваши рекламные кабинеты. И там есть несколько сценариев. Вы можете обогащать аудиторию в этих рекламных каналах. То есть в Bittrex24, например, вам прилетает заявка, клиент позвонил, клиент что-то купил. И данные этого клиента вы можете отправить в аудиторию, например, ВКонтакте или в Яндексе. И тем самым дальше уже работать с ним, в том числе через рекламу, осуществлять какие-то повторные продажи. Таким образом вы можете подключить Яндекс, ВКонтакте, конечно же, использовать оффлайн источники рекламы, также занося их внутрь Bittrex24 для того, чтобы потом отслеживать эффективность этой рекламы. У нас есть такой инструмент, как сквозная аналитика, который помогает вам отследить именно эффективность рекламного канала. Вы фиксируете сумму, которую вы потратили на рекламу, а в случае интеграции, например, с Яндекса и ВКонтакте, это происходит автоматически, и на выходе вы видите, сколько сделок, реально успешных, выигранных сделок вы получили с этого канала. И таким образом у нас там даже строится отчет, есть маркетинговый ROI, который покажет вам именно эффективность конкретного канала. И вы можете так скорректировать и выбрать только те каналы, которые актуальны для вашего бизнеса, которые приносят вам реальных клиентов. Ну и, конечно, третьим шагом, что можно сделать, опять же, для того, чтобы давать рекламу, да, в рекламе нужно разместить ссылку на какую-то посадочную страницу. Для этого у нас есть сайты Bittrex24. И особенность этих сайтов в том, что вам не нужно их интегрировать, настраивать, как-то связывать с CRM. Они уже находятся внутри CRM. Любая заявка с сайта, а это могут быть заявки как раз через каналы, которые вы подключили в первом шаге, да, ВКонтакт, Телеграм, CRM-формы, обратные звонки. Все это сразу автоматически на вашем сайте отображается в виджете, через который клиент может обратиться в вашу компанию, увидел рекламу, перешел на сайт, обратился в вашу компанию. Все, вы уже в CRM получили сделку и получили данные этого клиента. Итак, ну а мы движемся дальше. И у нас есть еще блог про то, как организовать вообще полноценную работу онлайн-либо оффлайн-офиса, да, кто-то работает, возможно, в смешанном режиме сейчас. И как закрыть вот это большинство задач, которые возникают внутри уже компании, внутри бизнеса. Как Bittrex24 поможет вам эти вопросы внутри компании решать, как он поможет организовать вам работу с сотрудниками. Так, но перед тем, как мы здесь переключимся обратно в Bittrex24, есть ли у нас еще вопросы по поводу миграции и интеграции с разными сервисами? Ну вот, например, спрашивают, есть ли документация по складскому REST. Да, она есть. Коллеги, смотрите в разделе торгового каталога, потому что складской учет — это часть торгового каталога, и там есть раздел складской учет, если меня поймут, не изменяет. По сути, эти методы сводятся к управлению документами складского учета. Так. Вижу, что вот есть вопрос про переезд. Есть ли у нас переезд с Salesforce? Готового мигратора нет, но я знаю, есть партнеры, обладающие соответствующими компетенциями, потому что такие заявки у нас уже были, и мы их перенаправили. Воспользуйтесь формой заявки, и мы направим вас к правильно обученному партнеру. Здравствуйте. Интеграцию сервисов имеет право делать только администратор, верно? Ну, как правило, да, потому что это часть, которая касается настройки всей платформы, она влияет на функционал всего BITREX 2.4 в конечном итоге, поэтому, конечно, этим должен заниматься сотрудник с правами администратора. Ну, собственно, он создает разные данные в разных частях продукта, а для этого обязательно нужны эти проблемы. Так, ну и опять тут вопрос про Salesforce с важными критериями. Коллеги, с такими вещами, ну, правда, мы рекомендуем обращаться к партнерам. Я понимаю, что там у вас очень много данных, и мы точно знаем, что их можно перенести в BITREX 2.4, вот все, что вы тут написали там про карточки сделок, связанные с задачей, это все есть в BITREX 2.4, это не проблема. Весь этот функционал получить в платформе вы получите даже еще больше, в общем-то. Поэтому принципиальных проблем здесь нет. Здесь могут возникнуть частные сложности, связанные с тем, что все-таки организация данных в разных продуктах, она сделана по-разному. И не получится из одной машины пересесть в другую, сохранив абсолютно все старые привычки и бардачок, чтобы в том же месте был и того же размера. Ну, так не бывает. Это все-таки разные продукты, но принципиальный функционал, он один и тот же во всех этих инструментах. Вы сможете перенести данные из Salesforce в BITREX 2.4 и, в общем-то, ничего не потерять. Может быть, в каком-то немножечко другом виде информация будет организована. Именно для этого и нужна компетенция наших партнеров. Они вам объяснят, в каких вот этих тонких местах могут возникнуть нюансы, как сделать лучше, чтобы потом этим было эффективнее и удобнее пользоваться в BITREX 2.4. Не стесняйтесь заполнять заявочку, хотя бы консультацию получите. Да, особенно, что касается, да даже не особенно части CRM, в принципе, и задачи, и проекты, продукт очень функциональный. Есть очень много сценариев, которые мы, на самом деле, даже не успеваем охватывать во время обзорных вебинаров про задачи или отдельные вебинары про CRM. Поэтому здесь, ну, мне кажется, это лучшее решение обратиться к партнеру, который точно сориентирует вас, что да, все можно перенести, и тогда вы уже спокойно, с уверенностью переезжаете на сервис BITREX 2.4. Итак, ну что ж, пока у нас вопросов по этому нет, я надеюсь, потому что, значит, все понятно, поедем дальше. Дальше мы с вами поговорим о том, как же организовать вот эту работу внутри компании, какие есть инструменты в BITREX 24, которые помогут вам, ну, можно сказать, наверное, быстро стартануть. Вот вы переехали, новый сервис, понятно, что в любой компании, у любого человека, сотрудника вашей компании поначалу будет стресс, потому что это что-то новое, непривычное, придется чему-то учиться. Но мы сейчас вам покажем, что на самом деле все достаточно, можно сказать, стандартно и понятно, это социальные сети, чаты, видеозвонки, то, чем люди сегодня пользуются ежедневно в своей обычной жизни. И теперь они это же могут делать, но уже внутри рабочего пространства, прямо внутри BITREX 24. Так, здесь мы хотим поговорить, да, что есть три шага для старта. Первое, о котором мы с вами поговорили, это организовать процесс продаж внутри CRM, да, это первое, конечно же, клиента, это самое важное, что необходимо не потерять при переезде, вообще при смене каких-то обстоятельств вокруг. Поэтому мы с вами посмотрели, как можно быстро мигрировать, что делать дальше, если вы, например, перенесли данные, неважно, из Excel, из какого-то другого сервиса. Перед тем, как вы начнете запускать рекламу, начнете привлекать новых клиентов, вы сразу, раз у вас уже есть база клиентов, можете работать с ними. И для этого у нас есть готовые сценарии, готовые инструменты для повторных продаж. Чуть позже мы переключимся, я покажу, где это найти. Вторым этапом, конечно, необходимо подключить всех сотрудников и организовать совместную работу внутри компании. И здесь у нас есть инструменты, чаты, видеозвонки, календари, их на самом деле гораздо больше, но это то, с чего мы рекомендуем начать. И третьим этапом, конечно, запустить работу с задачами для того, чтобы при переезде, при начале работы с новым сервисом не потерять именно вот эту вот эффективность работы ваших сотрудников. Ну, давайте переключимся теперь в наш Bittrex 24 и посмотрим то, о чем мы с вами сейчас поговорили. В первую очередь, это, конечно же, так, возвращаемся в нашу CRM. Это мы говорим о том, что вы перенесли все данные, то есть у вас есть ваши клиенты. А это, можно сказать, золото вашей компании, потому что вы можете не просто тратить деньги на привлечение новых клиентов на рекламу, но и работать с той базой, которая у вас уже есть. И для этого у нас есть целый раздел в левом меню, у нас есть раздел «Маркетинг», в котором есть, ну, собственно, конечно же, вы можете создать рассылку, вы можете создать рекламу, вот то, о чем мы говорили. И есть отдельный кубик «Генератор продаж», который поможет вам по текущим клиентам запустить повторные продажи. И здесь мы подготовили несколько уже готовых сценариев, которые вы можете просто взять и запустить, чуть-чуть подредактировав там какие-то тексты, какие-то параметры. Например, собрать всех клиентов, у которых был день рождения в текущем месяце, да, поздравить их, и тем самым как бы подтолкнув к новой покупке, особенно если ваш бизнес связан непосредственно с какими-то праздниками. Не знаю, продаете вы шары, цветы, торты, какие-то подарки. Вы можете отобрать базу этих клиентов, выбрать сегмент, сформировать, да, это контакты, у которых, например, день рождения в этом месяце или через пять дней, лиды, если вы с ними работаете. Таким образом, СРМ возьмет всех клиентов, подходящих под эти критерии, и создаст для них повторную сделку. И эти все повторные сделки упадут на ваших менеджеров, которые будут их обрабатывать. Здесь вы можете сразу дать задание менеджерам, да, чтобы они понимали, что конкретно нужно сделать, что можно предложить, может быть, какую-то скидку, может быть, какой-то новый товар. Все это вы настраиваете здесь в одной карточке, сохраняете, и, ну, сейчас у нас, да, очередь здесь незаполненность. Не будем заполнять сейчас, тут очень много нам придется заполнять параметров, но суть, что как только вы это заполните, в разделе сделок, если вернуться обратно в СРМ, у вас появится новая воронка. Давайте переключимся на комбан, он более удобен при работе со сделками. У вас на комбане сделок все вот эти повторные сделки создадутся в первой колонке, и дальше менеджеры смогут обрабатывать их, и уже дальше тянуть по воронке, да, продвигая там к успешному завершению сделки, получению оплаты и так далее. Даже этот процесс повторных продаж еще можно усовершенствовать с помощью роботов. Сейчас прям детально мы не будем останавливаться, но как только сделка попадает в воронку, в первую колонку, там потом двигается дальше, во вторую, в третью и так далее, помимо того, что сам менеджер руками может ее обрабатывать, у нас есть еще целая система роботов. Это такая простая автоматизация, которую может настроить роб, может быть даже менеджер, который хорошо разбирается именно в процессе работы с клиентом, он ставит различных роботов, которые будут автоматически двигать сделку, напоминать сотруднику, что нужно перезвонить клиенту, нужно отправить письмо. В том числе можно ставить роботоконтроль, который будет контролировать и сообщать руководителю о том, что сделка повисла, менеджер плохо работает, да, не успевает обрабатывать и так далее. Здесь есть огромный набор на самом деле роботов, которые в том числе дополняют наши партнеры. Опять же, если вам не хватает каких-то роботов, у вас специфичный процесс, вы хотели бы там целый набор себе какой-то построить. Ну, там какая-нибудь ЭЦП, например, внешне, потому что роботы могут не только контролировать работу сотрудников, но они могут помогать в коммуникации с клиентом. Автоматически отправлять ему, формировать, я бы даже так сказал, отправлять документы, дожидаться обратной реакции, удостовериваться, что клиент прочитал, что он ознакомился, что он согласился. И дальше двигать автоматически воронку. И таких роботов может быть очень много. Есть целые платформы, я бы уже их так сейчас назвал, у нас в маркете, от партнеров, которые специализируются на такого рода автоматизациях. Там, ну, больше сотни роботов в каждом пакете, может быть, даже несколько сотен с огромным курсом обучения. То есть там можно очень многие вещи сделать автоматически, без программирования при помощи этих роботов. Вы можете эти решения поставить. Они здесь написаны специально для Bit324, дают различного рода интеграции внутри воронок, по сути, продаж. Да. И таким образом вы можете прямо автоматизировать весь этот процесс работы. После того, как вы перенесли клиентов, поработали с ними, запустили повторные продажи, можно сказать, вы настроили процесс работы ваших менеджеров с вашими клиентами. Конечно, еще одной важной задачей является организация уже работы внутри компании. Это то, о чем мы говорили, что здесь у нас есть удобный инструмент. Это чат, всем привычный. И наверняка даже до переезда в Bit324 ваши сотрудники, прошу прощения, уже где-то общались, потому что есть отделы, есть какие-то проекты, над которыми работают, например, группа сотрудников. И, конечно, все это обсуждать, особенно в условиях, если вы работаете не в одном офисе, не в одном кабинете. Для этого существует много инструментов, и в том числе они есть в Bit324. Во-первых, это чат. У нас вот здесь есть сбоку, есть, во-первых, дестоп-приложение. Есть, конечно, мобильное приложение, где вы также можете работать и с задачами, и с чатом, и с видеозвонками. Но если даже вы работаете в браузере, то вот здесь есть чат. У меня как раз есть чат с Сергеем Востриковым, который мне здесь уже ответил. Далеко вот сидим, да. Да, собственно, чат выглядит очень привычно, да, есть контакт-лист, есть сама переписка. Вы можете здесь что-то писать, видеть, что сотрудники вам отвечают. Вы можете создавать групповые чаты, открытые, которые будет видеть вся компания, закрытые на конкретных людей. Вот я вижу, что Сергей что-то пишет. И, конечно, помимо просто переписки для быстрого и эффективного решения вопросов есть видеозвонки. Сейчас мы не будем звонить, а то у нас тут начнется шум, много голоса. Но в один клик вы можете связаться с вашим сотрудником. Помимо этого, конечно, есть видеоконференции, когда вы можете звонить не только внутри компании, а, например, опять же, с вашим клиентом. Если вам необходимо связаться, вы можете запланировать видеоконференцию и в нужный момент подключить внутренних сотрудников, если необходимо, нескольких менеджеров. И клиент сможет подключиться к вашему звонку извне, да, не заходя в HBITREX24, просто создается публичная ссылка на эту конференцию. И пользоваться он при этом будет браузером, то есть ему не придется вставить какой-то специализированный софт в себе. Да, в том числе с мобильного приложения он также сможет подключиться. Это что касается чатов и видеозвонков. Помимо этого, конечно же, есть календарь, вообще есть целый блок совместной работы, да, здесь много инструментов, но мы говорим прям о самых основных, начать быстро общаться, быстро созваниваться. И почему хочется еще показать календарь? Потому что суперудобно планировать встречи, потому что вы видите занятость всех ваших сотрудников. Например, мне на встречу там нужны несколько человек, позовем Юру, позовем Сергея. Все свободны, это прекрасно, но вообще вот я вижу, что, например, у Сергея утро занято, да, то есть если будет пересечение, то я не смогу поставить встречу. И планировщик очень быстро показывает мне, почему я не могу этого сделать, да, я могу там написать Сергею, и он подвинет, либо я могу просто выбрать удобное для всех время, свободное для всех и создать эту встречу. Так и назовем ее просто встречу. Это масса времени, на самом деле, экономит по согласованию встречи. Вот меня приглашают на встречу, я говорю подтвердить участие, и, собственно, я как участник встречи уже согласился. И Катя будет видеть, кто действительно придет на встречу, кто нет, в случае чего сможет решить через тот же встроенный мессенджер, покоммуницировать с нами, так сказать, поговорить, сказать, что же ты редиск-то отказался. Да, и помимо мессенджера, на самом деле, мы все это можем обсудить в комментариях. То есть здесь все, все сделано для совместной именно работы внутри компании, очень быстро что-то решать, обсуждать, ставить встречи, звонить, и заметьте, что я прямо из встречи, да, мне не нужно искать там какие-то чаты, еще что-то. Если вдруг мы работаем онлайн, или кто-то из участников, например, не в офисе, то мы очень быстро можем сделать видеозвонок, есть кнопка в один клик, мы начинаем звонок на всех участников этого события. Итак, и последний, собственно, блок для эффективной работы ваших сотрудников – это задачи и проекты. Здесь есть тоже целый отдельный раздел. Опять же, да, возвращаясь к первому нашему блоку, мы посмотрели, что есть миграторы. Если вы сейчас работаете с каким-то сервисом, и там по каким-то причинам хотите перейти в Bittrex24, вы можете перенести все свои задачи, проекты, группы, которые у вас были. Канбандоски. Канбандоски, скрам-команды. В общем, на самом деле в задачах у нас тоже огромный набор функционала, поэтому мы поддерживаем, ну, мне кажется, практически любой сервис для переноса, потому что в том числе и внутри Bittrex24 у нас тоже все есть. Сам инструмент задач, ну, выглядит, в принципе, привычно, понятно, да, узнаваемо, как и все сервисы, есть список, у нас есть несколько представлений, вы можете работать по срокам и видеть, как задачи надвигаются на вас. Вот я плохо работаю с задачами, у меня все просрочено, но зато я очень быстро могу здесь разгребать эти задачки, да, это такой некий канбанд, на котором задачи, во-первых, движутся автоматически по крайнему сроку, во-вторых, я вот могу увидеть, что я очень много просрочила и быстренько раскидать, что я буду делать на этой неделе, на следующей. Такой некий планировщик, который работает и в автоматическом, и в ручном режиме. Есть, собственно, мой план, это тоже канбан, но это ваш личный канбан, здесь вы можете прям свои стадии сделать, так, как вы видите движение задач, да, что-то у меня в работе, что-то я там отдала на тестирование, что-то отложила на попозже. Этот план вижу только я. Мой руководитель, конечно, тоже может зайти в мой план, посмотреть вообще, что я тут себе насоздавала, но другие сотрудники не видят мой план. Есть представление календарь, где задачки распределены также по крайнему сроку, ну и есть отдельная методика работы с задачами, это диаграмма Ганта. Если у вас там строительный бизнес. Водопадная модель, так называемая. Да, водопадная модель, когда вам нужно там обязательно, что задача не может быть начата, пока не закончится предыдущая, или они должны стартануть одновременно. И все вот эти вот правила, когда необходима связка задач, вы можете делать у нас на диаграмме Ганта. В принципе, выглядит тоже очень привычно и стандартно, как и в других сервисах. И в том числе, то есть перенося задачи, например, с какого-то сервиса, где я работала по Ганту, все связи мы также перенесем. Да, по-моему, все связи. Водопадная модель тоже поддерживается. Ну, вернемся к списку, да, какие есть преимущества задач Bittrex24, почему они помогают вам работать эффективно, как руководителю отслеживать, или как просто постановщику отслеживать эффективность выполнения задач. У нас есть система фокусировки внимания. Это наши счетчики, которые помогают вам очень быстро отслеживать те задачи, которые либо просрочены, да, вышел крайний срок и не успели сделать. Вот я их отбираю в один клик, и здесь могу либо сместить крайний срок, либо могу отметить и написать, да, комментарий, там, пингануть, сказать, почему, собственно, сроки не были соблюдены. Либо я могу отобрать задачи с новыми комментариями, да. Очень важно, когда у вас много задач, держать фокус только на тех задачах, где требуется от вас реакция. В каждой задаче наверняка будет идти, там, какое-то обсуждение, иногда бурное обсуждение, да, если мы зайдем в задачу, вот здесь есть комментарии. В этом случае их не так много, но обычно в задачах у нас есть по 100-200 комментариев. Если вы, как постановщик, будете на каждое реагировать, то весь день, скорее всего, вы будете тратить на то, что вы будете сидеть и читать эти комменты в задачах, даже которые к вам не относятся. Поэтому у нас есть вот этот особый счетчик непрочитанных комментариев, именно зелененький, который позволяет вам фокусироваться только на тех задачах, где требуется ваша реакция. Важно, да, если кто-то просрочил, важно, если там кто-то сменил срок без вашего ведома, мы об этом вот как раз заживем вам счетчик. Либо вас кто-то упомянул, да, прям в комментарии написал, что Сергей, требуется здесь твое решение. Такой комментарий загорится у вас счетчиком, его очень быстро сможете отфильтровать такие задачи, посмотреть, ответить, ну, собственно, уже коммуницировать внутри задачи. Конечно, у нас есть подзадачи, да, опять же, при переносе вы сможете это также перенести, есть чек-листы внутри задачи, возможность прикладывать файлы к самой задаче, редактировать эти файлы вместе внутри задачи. И то, что мы смотрели с вами в календаре, когда я встречу могу в один клик начать через видеозвонок, то же самое вы можете делать и в инструменте задач, если нам нужно быстро что-то обсудить. У нас также есть кнопка «Видеозвонок». Она собирает всех участников, наблюдателей, соисполнителей, ответственные постановщики и начинает звонок, ну, буквально в один клик. Так выглядят наши задачи. У нас отдельно есть раздел «Проекты». Если вдруг вы переезжаете и у вас была именно проектная работа, то есть вы разбивали задачи, да, по проектам, все сохранится у вас в B3x24, просто все ваши проекты появятся вот в этом новом разделе «Проекты». Здесь вы будете видеть список, обратите внимание, также со счетчиками, да, вы можете реагировать на какие-то просроченные задачи внутри проекта. Ну и, собственно, заходя внутрь проекта, вы также сможете выбрать представление, с которым вы будете работать с задачами. И, что самое важное, да, вы можете один проект, например, вести по водопадной модели на Ганте, другой проект у вас, например, на Канбане, третий вам удобнее со списком. Пожалуйста, вы сами выбирайте в рамках каждого проекта по какому представлению с задачами вы будете работать. Ну, собственно, так у нас выглядят задачи. Есть ли у нас, Сергей, вопросы? Ну, непосредственно по тем вещам, про которые мы пробежали пока. Сейчас я посмотрю. Я вот тут вижу прекрасный вопрос. Когда будет приложение для Linux? Коллеги, сообщу вам радостную новость. Мы взяли эту задачу в работу, и у нас появится приложение для Linux. Кто не знает, это десктоп-приложение, да, о котором я говорила, что вот эти чаты, видеозвонки, все это на самом деле можно не только в браузере делать, но и в приложении. Сейчас есть приложение для Mac и Windows, но мы готовим и кое-что новенькое. Так, какие у нас есть еще вопросы? Возможно ли добавление задач сразу из списка в текстовом формате? Не до конца, на самом деле, понимаю вопрос. А, может быть, имеется в виду, что вот есть список названий задач, где-то там в текстовом файле их импортировать сюда. Ну, готовые инструменты, наверное, коллеги, такого нет, но вообще эта задача очень легко решается на REST. Ну, то есть, любой студент-программист за полтора часа вам эту историю сварганит. То есть, проблем никаких не будет. Как перенести задачи с комментариями, чек-листами, вложенными файлами с одного портала на другой? REST. Ну, то есть, опять же, это же, по сути, два совершенно разных инстанса. Это задача переноса. Возможно, вам поможет, есть приложение, если мне память не изменяет, Migrator24, коллеги написали, он как раз позволяет переносить данные с одного портала на другой, в том числе, если я сейчас вам не навру, а немножечко посмотрите его, возможно, это приложение вам поможет обойтись без программирования. Так, есть ли возможность синхронизации с Teams? Ну, вот тут, честно говоря, не очень понятен, сценарий, в чем именно будет синхронизация, переносить сообщения чатов в чат B24, зачем? Тут все-таки вот как раз миграторов из Teams, из Slack, на текущий момент у нас нет на витрине, мы думали про эти вещи, не очень действительно понятен пользовательский сценарий. Там зачастую, собственно, смена одного мессенджера на другое означает, что просто есть вот сотрудники, которые пользовались там Teams, например, они переехали в B24 и теперь пользуются мессенджером внутри B24. Все, переезд состоялся, потому что чат это такая очень оперативная информация, переносить то, что вы обсуждали 5 лет назад, ну, то есть, как бы теоретически можно, вопрос, зачем? Они уже информационные ценности не представляют, да, то есть, вы туда в обычной практике не ходите. Пользователи перенести из Teams, конечно же, можно, и даже для этого не нужен никакой мигратор. Катя показывал, как просто взять и через запятую всех сотрудников воткнуть туда, и они все будут приглашены. То есть, никаких проблем нет. Но вопрос именно синхронизации, да, он немножко странный. Нужно, наверное, понять, что это за синхронизация. Синхронизация, в принципе, да. Можно, у нас есть сценарий интеграции, который подразумевает постоянный обмен информацией. Это касается, там, я не знаю, обмена с внешними какими-то учетными системами, с мой склад, или там с 1С, это же не хоп, мы раз взяли там и бросили информацию. Постоянный обмен. Здесь появляется новый клиент, контрагент должен быть создан в 1С. В 1С там выписали документ, информация об этом должна появиться в карточке клиента внутри B24. Это постоянный обмен. Ну, теоретически, наверное, можно какой-то сценарий найти, чтобы мессенджером пользоваться одним. Ну, связка с 1С, понятно, да, там у вас торговля, здесь у вас работа с клиентами коммуникации. С мессенджером непонятно. У нас очень похожие инструменты, даже если вы не только чатами, а пользуетесь там в Teams еще и задачами и другими инструментами, которые они выставляют, это все есть внутри B24. Вы просто будете поддерживать два сервиса и платить за два сервиса. Которые делают одно и то же. Лучше выбрать, да, что-то одно. Так, интересует перенос документации с конфлюенс B24. Возможно или есть ли решение для такого переноса? Ну, возможность такая, конечно же, есть, поскольку IP, как я уже сказал, открытый. Как только вы поймете, куда в B24 засунуть документ из Influence, вы легко сможете это REST сделать. Готовый инструмент, я такого не видел пока, по крайней мере, у нас в маркете. Я знаю, что есть партнеры, которые пользуются конфлюенс в виде интеграции с B24. Такие решения у них внутренние есть. Оставьте заявочку, я думаю, они к этому вопросу подключатся. Если вы действительно хотите именно перенос осуществить, такая возможность есть. Вижу, есть вопросы по поводу редактирования документов, особенно совместного редактирования документов, в частности вопрос про коробку. В B24 облачном у нас есть редактирование документов наше встроенное, когда вы совместно можете работать с документом и даже давать доступ наружу. И какой-то внешний ваш клиент, партнер, юрист может быть, может вместе с вами редактировать, и вы в режиме реального времени видите все правки. Такой же инструмент на самом деле доступен и в коробке. Если сейчас у вас нет, ну, во-первых, он там доступен только в бете и для определенных лицензий, но мы расширяем этот сценарий, и в коробке он в том числе появится в полном объеме, но следите за новостями, возможно, это будет разделение по редакциям. Мы работаем с чат-ботом BotHelp, он тоже интегрируется в B324. Ну, прямой интеграции нет, но есть интеграция, я посмотрел у них раздел API, вы можете интегрировать его через платформы, такие как Zapir или Albat. Albat вообще российская платформа, она, правда, денег стоит. Есть Zapir, у них есть бесплатный тарифный план в том числе, то есть у них есть готовая интеграция с инструментами, которые поддерживают Zapir и Albat. B224 у нас есть интеграция и с Albat, и с Zapir, то есть вы можете следовать пользовательской документации чудо-бот-хелпа и прекрасно его интегрировать с B224, ну, если сценарий позволяет. Если этого будет недостаточно, как я уже сказал, есть REST, всегда можно запилить интеграцию сами. Тут главное понять, в чем именно должен заключаться сценарий такой интеграции. Какой момент и какая информация должна попадать из бот-хелпа в B324? Вижу, здесь задают вопрос, да, немного с опозданием про чат, есть ли там закрепление сообщений. Конечно, в чате, в принципе, как и в любом привычном чате, вы можете закреплять сообщения, закреплять их как в веб-версии, в десктоп-версии, в мобильной, везде они будут синхронизированы, отображаться, все это у нас можно делать. Еще вижу, есть вопрос, есть ли мигратор данных из клика? Я первый раз слышу про эту историю, но вижу, что это какой-то, да, западный сервис. Ну, готового инструмента, конечно же, нет, потому что вообще всяких сервисов задач, мне кажется, на рынке существует несколько сотен. И тут надо, конечно, смотреть от того, насколько они востребованы. Как я уже сказал, наши партнеры в разработке миграторов, да и мы тоже, отталкиваемся прежде всего от востребованности, то есть от массовости спроса. Ну, это хороший пример, когда нужно оставить заявку в своих форме. Прекрасный вариант. Поскольку готового инструмента нет, вы можете оставить заявку и вам помогут. Ну, либо можете обратиться к собственным, как я уже сказал, внутренним разработчикам, и они эту историю запилят, потому что, в общем, нет ничего невозможного. РЭС специально для этого сделан. У нас есть там и для скрама методы, и для создания проекта, и для создания, добавления задач, файлов, и вот это вот все остальное тоже. Еще интересный вопрос. Есть ли сценарии использования или готовые решения для HR и рекрутинга, да, как для самих HR сотрудников, так и вообще для кандидатов. У нас вообще есть отличный инструмент, который называется смарт-процесс. У нас еще был какой-то связанный с этим вопрос. был еще связанный вопрос, как это называется, с инвентарем, то есть складским учетом внутренних активов, какого-то оборудования, каких-то там других вещей. и вот это все вы можете делать на смарт-процессах. Это как раз такой, можно сказать, универсальный конструктор, на котором вы можете собирать прям свой собственный раздел. Вот есть раздел CRM, есть раздел задачи, да, вы можете собрать свой раздел, назвать его HR, и там сделать свой канбан, свои карточки, которые будут двигаться, или, например, там раздел, опять же, инвентаризации, да, внутри компании и вести там как раз-таки учет всех необходимых там элементов внутри компании, к каким сотрудникам они привязаны, когда были выданы. В общем, все это вы можете делать на вот этом инструменте смарт-процесса, и если не ошибаюсь, у нас даже есть отдельные вебинары, вы можете посмотреть их на YouTube в подборке вебинаров Bittrex24, где прям детально коллеги рассказывают, как это делать. И этот функционал расширяется, мы туда добавляем поддержку REST-а в том числе, то есть, если какие-то сценарии потребуют интеграции, ну, если вот мы, например, про HR говорим, вакансии же, точнее, как это, кандидаты, они же не из воздуха берутся, они, как правило, берутся из специальных источников типа HH и так далее. На самом деле, есть готовые приложения в маркете по интеграции с тем же HeadHunter-ом и с, где у нас еще мог быть вакансии, в общем, с ними тоже есть интеграция, и, конечно же, все эти вещи можно будет в конечном итоге приземлять в тот специально обученный смарт-процесс, то есть, в отдельные воронки для ваших HR-специалистов, сделанные на смарт-процессах. Я думаю, даже сейчас уже коллеги разрабатывают решение с готовым смарт-процессом под HR, мы обсуждали с рядом партнеров такое решение, я думаю, они его уже пилят, если сейчас еще не появилось, то скоро уже появятся, но на самом деле действительно смарт-процесс хороши тем, что вы без программирования сами, по сути, на уровне настроек можете создать эту автоматизацию для себя сами, потому что там доступны роботы, вы можете эти воронки автоматизировать при помощи стандартных роботов, роботов из приложений, и прекрасно рулить этими вещами внутри компании, вам для этого не нужен отдельный продукт или какое-то там специальное написанное приложение. Вот вижу вопрос, что есть, как создать конференцию в Bitrix24 со сроком действия, да, и настройкой, кто может начинать. Сейчас у нас начинать конференцию может только внутренний сотрудник, ваш внешний клиент не может инициировать эту конференцию, то есть никакие звонки вам приходить в Bitrix24 не будут, срока действия конференции у нас сейчас действительно нет, хорошее замечание, спасибо, мы подумаем о том, чтобы расширить эти сценарии, но еще хотела бы отметить, что вообще есть целый раздел вот видеоконференции, сейчас я его показываю, да, вот есть в разделе, сейчас у вас это пока в левом меню, у меня тут секретное новое меню, где у нас видеоконференция в разделе компании, здесь вы можете планировать видеоконференции на будущее, создавать, и вот если вы будете создавать отсюда и не через чат, то здесь есть чуть больше настроек, в том числе, например, пароль для входа вообще в видеоконференцию, то есть если вам необходимо как-то ограничить, временем пока нет, но вы можете ограничивать в том числе паролем без которого никто другой даже если ваш клиент например да ну не знаю там оказалось так что он передал ссылку дальше и кто-то другой получил там доступ и так далее вы можете во первых ограничить паролем во вторых потом поменять этот пароль чтобы даже тот же клиент уже не мог попасть в этот звонок который состоялся прошел и закончился подгружаются личат из ватсапа существующие не уверен новые точно это во всех коннекторах присутствует и штатных и в приложениях ну собственно старого когда забираем если в старый кто-то стукнет существующий дело то есть существующий клиент с которым вы переписывались напрямую через ватсап потом вы подключили ватсап через коннектор открытых линий и этот клиент вам завтра там написал то будет создан диалог открытых линий вы сможете уже через b24 с ним переписывать так вот здесь хотят создать отдел продаж на вашей платформе школа английского языка есть возможность перенести лиды с уже прикрепленными конечно конечно это как раз то о чем говорил сергей да это как раз там миграция то есть почему сначала переносятся сотрудники во всех миграторах чтобы потом у лидов сделок контактов и компании сразу указать правильного менеджера и так я думаю что мы будем видеть это был завершению вернемся к нашей презентации переключу свой экран снова и так возвращаемся презентации сегодня напомним да мы с вами говорили рассматривали можно сказать три ключевых вопроса это перенос данных собственно это такой самый важный да как перенести данные и мы видим что есть много вопросов да про перенос из других сервисов которых у нас пока нет приложений либо в целом у вас возникают вопросы как перенести а перенесутся ли сотрудники и так далее коллеги еще раз вы можете потом отмотать вебинар назад в записи сканировать qr-код либо на вашем битрикс24 зайти в любое приложение и вот та формочка о которой мы говорили ссылку показывали заполнить ее и там описать все ваши потребности и партнер поможет вам сориентирует вас что можно сделать что нельзя и все что можно конечно позволь поможет вам перенести и до настроить внутри битрикс24 посмотрели какие интеграции вообще еще возможность битрикс24 да начиная от каналов через которые вы коммуницируете различные телефонии чат и социальные сети до каких-то уже более можно сказать таких сложных серьезных структур а-ля роботов через которые вы можете автоматизировать уже процесс работы с продажами и посмотрели собственно какие простые самые первые ключевые инструменты есть для того чтобы организовать работу внутри компании чаты видеозвонки календари задачи и проекты сейчас хотелось бы чтобы вы нам написали в чатике где вы задавали вопросы в телеграме был ли вам этот вебинар полезен напишите нам пожалуйста там плюсики минусики да нет если вдруг нет напишите что же вам не понравилось чтобы мы учли это в следующий раз хотим предложить вам мотивировать так сказать вас подписаться на наш канал в телеграме да это канал битрикс24 где мы транслируем мероприятия как наши нашей компании в том числе вот подобные вебинары как сегодня в том числе мероприятия партнеров да партнер у нас проводят очень много своих мероприятий для клиентов поэтому подписывайтесь чтобы быть в курсе всех этих новостей и что что еще хотелось отметить что все вы кто сегодня зарегистрировался на вебинар да попали конечно же наши сервер и наши партнеры готовы ответить на все ваши вопросы мы к сожалению конечно сергеем не успели до охватить все особенно те которые были до вебинара мы там половинку наверное только ответили и с каждым участником сегодняшнего вебинара наши партнеры свяжутся и если у вас остались еще какие-то вопросы которые нам не написали вы сможете их уже обсудить партнерами они с радостью помогут вам и ответят на все ну будем завершать большое спасибо вам за внимание спасибо коллеги всего доброго